Память это то, что роднит и сближает людей, какие бы испытания не выпадали на долю нашего с вами некогда огромного Отечества. Именно с этих слов члена редакционной коллегии газеты «Военный вестник Юга России» Михаила Малыгина я бы хотела начать свое сегодняшнее путешествие. И очень надеюсь, что мне удастся постичь всю глубину этого выражения, а еще узнать много интересных фактов не только о своем городе и своей области, но и обо всей стране. Ну, обо всем по порядку. Подвал жилого дома в отдаленном от центра города районе – не самое очевидное место для музея. Но так уж сложилась судьба, что именно здесь сумели создать чуть ли не единственный в России музей фронтовой журналистики. И, честно говоря, я вся в предвкушении. Ведь сегодня я не просто открою для себя новое культурное пространство, но и узнаю еще много интереснейших историй от военных корреспондентов. Пойдем со мной? История создания музея фронтовой журналистики невероятно интересная. И я ее рассказать доподлинно не смогу, потому что там столько много нюансов, столько много маленьких каких-то шажочков для того, чтобы этот музей появился. И об этом вам и мне лучше всего расскажет Александр Викторович Науменко, директор музея. Здравствуйте. Здравствуйте. Как создавался музей, как закалялась сталь? Вы знаете, создавался и сталь закалялась, и музей создавался. Все это собиралось по крупицам. Началась эта история с того, что вообще с детства меня привлекало все, что касается военной тематики, Великой Отечественной войны. Какие-то были у меня раритеты. А потом, когда начались сердюковские реформы и редакцию газеты решили переселить в окружной дом офицеров, то места в новом здании под музей не нашлось. И вот все, что было в музее, все это подлежало сносу, выносу из здания и уничтожению. То есть все это должны были вывести на свалку. И позвонил мой друг Сергей Юрьевич Белару. Говорит, Саша, выкидают землянку в окна. Я говорю, Сергей, ну стой, охраняй. Позвонил Андрею Васильевичу Боневу. Он говорит, Саша, да сейчас машину найдем. Нашли машину, подогнали машину туда, загрузили все это, привезли сюда. И здесь уже потом возникла идея, что почему бы не возобновить музей именно в подвале этого здания. Вот так, благодаря молниеносным действиям людей с большим сердцем и широкой душой сохранились невероятные, действительно, раритетные экспонаты. И теперь не только дети, но и взрослые могут вообще вот в любой день, недели посмотреть их, пощупать, потрогать и узнать нашу с вами общую историю. Чем я и займусь прямо сейчас. А сейчас мы находимся в зале, который посвящен событиям, которые происходили во время Великой Отечественной войны. Так и называется «Эхо войны» 1941-1945. И, конечно, здесь есть масса невероятных экспонатов. Стрельные гильзы, форма, удостоверения, какие-то картины, которые висели раньше в землянках, либо в кабинетах. Но есть еще такие интересные раритетные вещи, которые можно, кстати, руками потрогать. Вот, например, удостоверение, которое было выдано Грачеву, Трачеву, не пойму, Василию Григорьевичу, это самое главное, в том, что он состоит в Красной Армии с 1940 года, 11 июля. Но есть еще один невероятный экспонат, о котором, конечно, я не могу не рассказать. Это землянка. Слава богу, что мы в мирное время живем, потому что раньше сыпалась земля еще сверху на голову от взрывов, от танков, от чего-то еще. Но мурашки по коже бегут от того, что ты находишься, пусть в импровизированной, но вот такой вот землянке. Кстати, многие вещи настоящие, реальные здесь находятся. И я прям чувствую себя радисткой Кэт. Ну и раз уж я радистка Кэт, то у каждой радистки Кэт должно быть что? Правильно, зеркальце, свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Знаете, что я здесь узнала в этом музее? Оказывается, вот такие зеркала, вот прям вот это зеркало даже, выдавались девушкам, когда они вступали в ряды Красной Армии. Зеркало выдавалось единожды. То есть если ты его разбил, то все, зеркальца у тебя нет. Поэтому его очень бережно хранили, заворачивали его во все и носили где-нибудь в таком вот месте, где оно могло сохраниться максимально в том виде, в котором вот оно и должно быть, чтобы посмотреться. Иначе где потом зеркальце взять? Да негде. Меня удивляет размер, оно же не маленькое. Почему такие большие зеркала, да, чтобы девчонкам-то на фронт выдавали? Непонятно. Но спасибо, что подумали о том, что девушки тоже хотят быть красивыми. В общем, настоящее зеркало того самого времени, как и большинство экспонатов здесь, как и все экспонаты практически здесь. Это особенно поражает. Но о том, как эта землянка появилась в музее фронтовой журналистики, лучше всего расскажет человек, который знает эту историю. Я была во многих музеях Ростовской области, да и не только в Ростовской области. И, естественно, видела всевозможные экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне. Но вот такого места я не встречала нигде. Это действительно настоящий раритет, о котором подробнее расскажет Андрей Васильевич Бонев, заместитель директора музея. Андрей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как удалось сохранить вот это чудо до наших дней? Ну, изначально эта землянка находилась в музее редакции военного вестника Юга России. И, в общем-то, занимала свое достойное место в этом музее. Там было большое помещение, там было очень много экспонатов. Но когда редакция военного вестника Юга России переезжала в окружный дом офицеров, там приказали все это убрать. Ну, и эта землянка была разобрана и просто выброшена. Должна была была вывезти ее, должны были на свалку. Мы быстренько приехали, забрали ее. А так как изначально в наш музей мы думали, что займемся в одно помещение, то с приобретением этой землянки мы поняли, что нам необходимо расширяться. Ну, я так понимаю, что она повторяет, да, это копия тех землянок, которые существовали. Да, это как в разрезе, как фронтовая землянка во время войны, наказ сверху, вот, бревнами все это уложено. Да, это как небольшой разрез фразмент фронтовой землянки, которые действительно были во время Великой Отечественной войны, использовались на фронтах и готовились к наступлениям. Люди сидели, командиры, там, бойцы обсохли, там, грелись. Вот, система связи была установлена на этих землянках. Ну, то есть она повторяет все полностью, как было во время Великой Отечественной войны. И это прекрасно. На самом деле, ощущения, даже когда стоишь просто вот здесь рядом, невероятные мурашки по коже пробегают, потому что, действительно, это наша с вами история. И прикоснуться, и ощутить себя частью этой истории можно, наверное, только вот исключительно, когда ты можешь зайти в такую землянку, потрогать экспонаты и стать частью того времени. Спасибо вам за это огромное. Пожалуйста. Очень интересный зал славы Советского Союза. Ну, посмотри, что за чудо-чудное, диво-дивное. О! Вот от дождя и ветра сейчас в Ростове хорошо в таком ходить. Глаза протер и пошел. Нет, не буду. Принческу боюсь испортить. Ну, здесь много классных, интересных экспонатов. Прям как живу и не могу. Оставляю его, иду в следующий зал. А вот еще один зал, который посвящен чеченской кампании. Здесь можно увидеть фотографии всех корреспондентов, военных корреспондентов, которые освещали это событие. А также здесь есть уголок памяти героя России Дмитрия Петрова. Он, кстати, проживал здесь, на военведе у нас, в Ростове-на-Дону. И в составе шестой роты псковского десанта защищал высоту, отстаивал высоту и погиб там. Посмертно награжден орденом героя России. И вот здесь можно узнать и его историю, и историю, которую сделала вот эта самая шестая рота. В общем, есть чем заняться. Но пойдем дальше. А это уже современный зал, посвященный современной истории, событиям, которые не так давно развивались на Украине. И, конечно, мы здесь в Ростовской области их все помним и знаем. Так вот, военные корреспонденты работали и там. И здесь можно наблюдать уже свежие цветные снимки. И, конечно, какие-то элементы, трофеи, которые были собраны и привезены сюда, в музей наш ростовский. Ух, мурашки по коже бегут. Музей фронтовой журналистики действительно меня поразил. От начала и до конца. Ну, хотя бы потому, что был он создан энтузиастами на собственные средства и хранит в себе память о действительно важных событиях в истории нашей страны. Военные корреспонденты работали на полях сражений во время Великой Отечественной войны. В Афганистане, в Чечне, в Грузии, на Украине и в других опасных точках. Каждый день они мужественно выполняли и выполняют свою работу для того, чтобы мы с вами были в курсе событий на стратегически важных рубежах. И пусть эта программа станет еще одной вехой памяти и славы этих доблестных людей. Мы почему-то думаем, что для путешествий нужно много времени и денег. На самом деле это не так. И я предлагаю ломать наши стереотипы. Для путешествий нужна машина, самолет, поезд, да все что угодно. И, конечно, вот такая вот карточка, которая позволит тебе не только путешествовать с комфортом, но и заправлять своего железного коня хорошим бензином. Чем сейчас и займемся. Здравствуйте. А на первой до полного? Наш фирменное топливо, Випауэр. Сейчас у нас проходит акция на топливо. От 30 литров заправляйте в два раза. И за 250 рублей приобретайте модельку ПМВ. Я люблю подарочки. И хорошо, что вы их часто делаете. Да, конечно. Надеюсь, что карта мне поможет накопить баллы. Хорошо. Чай, кофе покушать. У нас также сейчас акция. Курфейф Руа-Сан-Классе 149 рублей. А давайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok